привет зритель сейчас ждет обзор немножко одежды одна штука и немножко обуви две штуки я тут как-то купила ну в общем как бы у меня сдохли своей смертью совершенно немножко пожив сланцы купленные магните за 109 рублей а я в сланцах хожу в душ здесь вот иногда беру там допустим них можно на пляж сходить но как-то у меня в этот раз не сложилось а я понадеялась на одну свою подружку надо не надеяться на нее на меня много раз уже под ста ну короче кидала скажем так поэтому в следующем году я буду уже ходить одна без всяких так если не случится с кем то можно и одной в общем мне нужны были сланцы я поехала в какой-то день на какой-то неделе в городе зашла в первый попавшийся магазин помимо прочего искала что-то еще и купила одни штучки и еще другие вот сейчас другие другие вот 180 рублей на них вот цена еще осталась так и написано я сначала хотела купить на вайт берез но там какие-то странники там вот эта штучка она не пластиковая не пластмассовая не резиновая не какая-то еще одна из ленточек я думаю мне эти ленточки умрут быстрее чем возможно чем еще магнитовские тапочки магнитовской тапочки вот это вот штучка вылетела просто он тут она туго она изначально вот так было думаю ой блин она наверное это выползет а потом смотрю ну так туго и вот тут также туго и все короче в общем вот тапочки я в них душа стую я смотрю на камеру но у меня сейчас верхний свет может из-за этого ближе к синему передать но это фиолетовый не знаю как на монтаже она вообще выглядеть будет ну вот она на самом деле более теплого оттенка чем вот сейчас камера мне показывает потом помните кедики кто смотрел вот обзор моих фаворитов летней обуви этого года там были такие кедики какие-то попобольные люди в каментах вам бомбили шок кедики значит пользованные ну как бы я в них ходила почти четыре года вообще они умерли сначала у них там как бы начала стесываться кожа молодого дермантина который как бы уже кожа старого дермантина начала стесываться но это не суть основной момент критерий из-за чего они перестали быть юзабельные у них подошва в двух местах на одной порвалась а прям вот так вот под середине и кусочек отвалился и на другой тоже в одном месте ну и все они стали промокать даже в более-менее сухую погоду я купила себе кедики за 390 рублей это я покупала не поверите за 200 рублей четыре года назад в здании магазина куда в принципе в первую очередь зашла чистота глянуть хотя бы чё есть ну вот вышла не с пустыми руками им оставила деньги себе взяла вещи полноценный обмен скажем так ну как бы купила я там короче я хотела уже просто тканевые какой-нибудь но в общем они матерчатые те были на липучках на липучках уже не было матерчатые на шнурочках такие вот синенькие но темно-синий можно сказать даже черный на самом деле это темно-синий 390 у них на подошве написано я на вайсберис хотела глянуть но думаю фиг знает это надо будет несколько штук сразу покупать и большую часть из них отдавать потому что какие-то подойдут а какие-то нет и решил сначала глянуть по магазинам но у меня очень удачно вышло мне правда сначала женщина пыталась стюхать какие-то кроссовки хотя сказал что мне надо кеды какие-то непонятные а-ля повастые тапки в итоге в общем вот мне конечно 35 размер но по-моему они моломерят потому что она медала какой-то 35 размер каких-то кроссовок уверяю что такие да и мне есть кроссовки я представляю как выглядят кроссовки как кроссовки отличаются все таки от кедов чем они все таки отличаются хотя бы как минимум внешним видом в общем вот я в них еще не ходила сейчас уже как бы в них холодно ходить я изначально их покупала чисто чтобы вот в тех дохожу этот сезон и на следующий год на весну чтобы были тапочки и по моему этот либанг чоуз вот этот либанг на вайсберс я тоже видела причем вот здесь вот рисунок вот должно быть видно вот внизу этой стельки такой же рисунок был на чисто вот внешней стороне у каких-то одних тапочков кстати я заметила эта стелька прошита значит не будет слищаться как моя вот та дермантиновая у меня ближний родственник уж очень был против дермантиновых как вот ты не ходишь не холодно еще без носков а тут значит вот они тканевые мочерчатые вот такие вот тапочки у меня сейчас пока лежат в пакетике до следующего года надо их убрать причем не в шкаф где вся обувь которой я хожу как-нибудь я сделала обзор этой осенней ну как бы у нас тепло было до середины октября я ходила в тех тапочках и вот они уже не жилые сейчас я хожу в кроссовках как-нибудь я соберусь и сделаю обзор осенней обуви день в ноябре потому что как бы сейчас вот только в кроссовках хожу и не одни же кроссовки показать да надо хоть что-то еще знаешь что человеки любят обзоры этой одежды обуви а тут достанешь кроссовки не может конечно ролик растянуть минут на тридцать о какая кроссовка а ей шесть лет а я ее покупала там то там то ну кроссовки сейчас не показываю и короче этот тот шкаф где эта вся обувь лежит вот эти новенькие ложите я сейчас не рискну потому что туда заезжает мое животное все вот так вот раскидывает и устраивает себе гнездище ну и сегодня я купила себе перчатки у меня были перчатки шерстяные с узорчиком с таким вот дырявеньким на средних пальчиках когда я их покупала на озон я думала что этот узорчик ну просто такой узорчик а не такой что дырявый что этим пальчиком будет по любому холодно и я значит вчера ездила выдры на велике за молочком козьим творожком простоклашка и вообще так с народом пообщаться повидаться и взяла и ходила под свои новые эти велосипедные перчатки как бы потому что холодно и вдруг понимаешь у меня на пальчике на большом дырочка то ли моль проела то ли кот прогрыз то ли просто порвалось свое время уже не помню может они действительно такие уже были такие рваненькие и у меня как бы пришла нужда в перчатках осенних таких и лучше бы потолще чем тот тоненький такой шерстяной ниточек я заехала после базы выдачи озон будет отдельный ролик после этого ролика запишу сразу за батарейками потому что как бы я хотела купить энерджайзер но энерджайзера не было были какие-то батарейки совершенно неизвестные фотон ну их хотя бы проверю у меня не работает звонок причем батарейки которые покупала вот в часах на стенах эта батарейка там нормально все функционирует у меня на батарейках вот на таких пальчиках только две вещи сейчас это вот как раз часы настенные что друзья подарили свое время как раз вот ну новоселье и звонок этот дистанционный в дверь и вот там батарейки они жили-жили все нормально работал вдруг перестал работать я вставляю как бы из этой упаковки у меня там четыре штуки было вот еще две значит вставляю а оно не работает меняя местами там с другой какой-то штука вообще их три было почему-то может я две упаковки покупала хрена я уж не помню и макси что-то такое я вставляю эти другие две батарейки меня одну как бы из трех с той которая до этого лежала как угодно в общем прыжки с бубном мне не помогли ну с бубном я не прыгала бубна у меня давно нет в детстве был сейчас нет кто хочет можете подарить я буду очень рада бубну подарите мне бубен зрители а ну пожалуйста короче говоря поставила туда батарейки понимаешь что ну как бы он не функционирует а сама кнопка на двери она работает видимо батарейки я тоже обозрю можно ли это назвать одеждой или обувью вот 29 рублей то ли штука то ли две штуки я не поняла короче и я решила купить другие батарейки пробовать просто потому что то что на двери оно функционирует нажимаешь на кнопочку кнопочка загорается в смысле это лампочка загорается но звонка нету думаю сейчас попробовать не хотела другой звонок ну как бы я привыкла уже к этому у него такой три выбора звонка и один из них как в анимешных японских этих школах звучит звонок в общем я зашла и исключительно за батарейками и перчаточками перчаточки внезапно не поверишь зритель всего лишь 129 рублей тут 80 процентов бамбук и 15 а 15 процентов полиамид и 5 процентов лайкра я только сейчас увидела эту лайкру там в магазине не заметила перчатки для девочек 19-21 сантиметр ангора двойная подросток С9-3К не знаю что обозначает 9-3К дата изготовления 19-й год срок годности не ограничен я до этого смотрела на вайтберис буквально вчера перчатки черные такие тоже примерный состав но там была шерсть бамбук и лайкра значит где-то процентов 70 в шерсти что-то они стоили около 167 рублей но у меня Сбербанк усиленно ловил глюки я не смогла оплатить заказ думаю ну ладно на следующий день попробую может это не будет уже глюкомании а на следующий день смотрю эти перчаточки уже купили ну думаю ладно съезжу может в черном коте есть мало ли чтобы уж сразу и не ждать там два дня допустим минимум кстати перчаточки называются Катюша правда меня Лёля зовут но я как бы не против Катюши 777 высокая износа устойчивость шерсти в общем вот такие перчаточки 129 рублей так вот что я говорю на вайтберис там как раз был какой-то универсальный размер как они писали который подойдет и подросткам и девочкам и мальчикам и мужчинам и женщинам ну я решила что раз уж тут как бы объем примерно такой ну к руке поставила но все нормально так значит и мне подойдет может конечно но под мои вторые велоперчатки не влезет но у меня старая это растянувшаяся на велик это ездить хочется чтоб лапки не мерзли вот эти вот пальчики потому что у меня велоперчатки без пальчиков а потом исправить этот момент только купить себе с пальчиками когда-нибудь я надеюсь до Ярика доберусь в ауру зайду и зайду в этот самый спортмастер чтобы на месте померить поэтому как бы я купила себе перчаточки тут вон сердечки на пальчик больших сердечки с двух сторон вполне все такие милые перчаточки персикового цвета Катюша вот такой обзор у меня батареек одежды и обуви всем спасибо за просмотр всем пока 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 пока